Будут закрываться в 20 часов, как решили власти. На два часа меньше. Теперь работают все заведения общепита. Предприниматели недовольны таким решением и говорят, что это приведет их к неизбежному банкротству. По их словам, они и так находятся на грани, поскольку именно вечерние часы приносят основные доходы. Эмоционально очень по нам ударили. Мы и так работали на пределе, как на эмоциональном, так и на грани возможностей, выраженных в цифрах и расчетах. В течение недели мы подсчитаем все негативные последствия, но если подумать логически, большинство наших посетителей, да и в целом сектор Харека, знают, что на время с 8 вечера до полуночи приходится пик. Администраторы говорят, что с сокращением рабочего дня уменьшились не только доходы, но сократилось и число сотрудников. На 50 процентов сократился штат. Люди сидят дома. С некоторыми мы держим связь на случай, если они понадобятся на несколько дней. Другие же просто сидят дома, потому что не могут найти другую работу. А вот владелец нескольких заведений Думитру Чеботареску недоволен не столько принятыми решениями, а отсутствием поддержки со стороны государства. Мы оказались в ловушке, когда власти в желании как-то справиться с эпидемией на самом деле ведут нас к обнищанию или банкротству. Почему мы останавливаем свою деятельность, а проценты в банке продолжают начислять? Почему остаются такие же налоги, когда эпидемии, а нас лишают права работать? Между тем, мнения рядовых граждан на этот счет разделились. Нужны даже более строгие запреты на три недели, даже на месяц, потому что человеческая жизнь дороже нашего банкротства. Как-нибудь не обанкротимся. Я думаю, что запреты у нас были в прошлом году. Не думаю, что сейчас в них есть смысл и будет результат. Лучше всего получить как можно скорее доступ к вакцинации. Пусть правительство поддержит этот сектор, а то многие заведения закроются. До 18 апреля в стране остается в силе режим ЧП в области здравоохранения.